Что означает, число зверя, 666, суеверие, в которое верят миллионы. 666 символическая цифра, известная также как, число зверя, либо же, имя зверя. Издавна используется для обозначения дьявола, антихриста и любого зла в целом. Но кажется, что в наше время, число зверя, более популярно, чем когда-либо прежде, РБК Украина, проект Эстейлер, рассказывает, что на самом деле означает число 666 и почему его не стоит бояться, что говорит откровение. Филлипс Стивенс-младший, доктор философии и доцент кафедры антропологии, в своих исследованиях объясняет, что, как и большинство суеверий, избегание чисел 13 и 666 является примером магического мышления, речь о том, что люди часто связывают определенные вещи с событиями или людьми и приписывают им несуществующие причинно-следственные связи. Французская миниатюра, первая глава Откровения Иоанна Богослова, 14, иллюстрация, Википедия. Иоанн Богослов в молчании, 1679 год, Зимний дворец, иллюстрация, Википедия, число 666 уже долгое время считается устрашающим знаком сатаны. Поверье основано хоть и на широко распространенном, но в корне неверном толковании Откровения, а точнее его 13 главы, в книге действительно говорится о нескольких «зверях», которые символизируют различные аспекты Римской империи и ее культов, но при этом не существует достоверных источников, подтверждающих их связь с цифрой 666. Число зверя есть 666, картина Уильяма Блейка, 1805 год, иллюстрация, Википедия, Стивенс объясняет, что автор, Откровения, Иоанн Патмоски, также известный как Святой Иоанн Апостол, писал, закодированные, послания для христиан, которые не следует понимать слишком прямо. Поскольку в то время христиане подвергались жестоким гонениям, шифрование позволило избежать еще большей жестокости по отношению к верующим, из этого факта следует, что все странные либо пугающие символы и образы в Откровении стоит относить только к событиям и людям того времени. Откровение, сложная и запутанная книга, и миряне редко читают ее внимательно, поясняет Стивенс. Знак зверя, 666, обозначает количество тех, кто находился в плену у императора и, как вытекающий, выступал против христианства, кроме того, вероятно, является числовым эквивалентом еврейских букв, обозначающих Нерона, римский император, последний из династии Юлиев-Клавдиев, известный всему миру своей жестокостью и кровожадностью, добавляет ученый. Раннехристианский мученик и апологет Иустин-философ, который первым упомянул, Откровение, иллюстрация, Википедия, кто такой Антихрист. В первом и втором посланиях Иоанна термин «Антихрист» используется для обозначения отрекшихся от веры христиан. В последующее столетие из этого понятия развилась легенда о том, что «конец времен» будет предзнаменован приходом Антихриста, которому предназначено подготовить мир к пришествию дьявола. Триерский апокалипсис, Франция, начало АЕКСФ, иллюстрация, Википедия. Бамбергский апокалипсис, Германия, Ксив, иллюстрация, Википедия. Апокалипсис, Альбрехта Дюрера, 1498 год, иллюстрация, Википедия. Стивенс объясняет, что многих предполагаемых врагов христианства называли «антихристом», и Нерон был одним из первых, список людей, считающихся «антихристами», постоянно растет и изменяется, и включает в себя таких исторических личностей, как Гитлер и Саддам Хусейн. Список варьируется в зависимости от того, кто его составил. Например, в протестантском списке «антихристов» эпохи ранней реформации были упомянуты имена нескольких пап. «Антихрист и дьявол», фреска Луки Синерелли, иллюстрация, Википедия. «Антихрист», деталь с фрески православного Осоговского монастыря, иллюстрация, Википедия, страх перед «числом зверя», был ошеломляюще огромен и привел к тому, что целые поколения людей избегали числа 666. Иногда это доходило до абсурдных масштабов, например, американские власти изменили нумерацию автомагистралей, исключив этот номер. А в городе Беллиэйер, что в Калифорнии, номер улицы 666 был изменен сразу после того, как президент Рональд Рейган купил там дом. Второе пришествие, изображенное на фреске Новгородского собора Святой Софии, иллюстрация, Википедия, теории заговора. Помимо обычных суеверий, много также верят в теории заговора, возникшие вокруг числа 666, многие верят, что зловещее число 666 закодировано в банковской системе нашей страны. В наших медицинских и правительственных документах, а также в самой нашей личности, в личных документах и штрих-кодах UPC последнее является свидетельством исполнения пророчества откровения, говорил Стивенс. Семь труп и ангел с кадилом, миниатюра из, бамбергского апокалипсиса, иллюстрация, Википедия, стоит обратить отдельное внимание на когда-то популярную детскую игрушку, спиння. Христианские фундаменталисты объявили его орудием сатаны, утверждая, что превращение он якобы создает форму трех шестерок. При этом они не учитывают, что во времена Иисуса никто не знал арабских цифр, а в оригинальной книге Откровение число 666 было написано по-гречески и совсем не походило на знакомую нам шестерку. Истории известен случай, когда в одной польской торговой сети разразился скандал из-за ценника на козий сыр, который составил 6,66 польского злотого. Логика суеверных людей, которые обратили на это внимание, очень проста, козел, это бородатый рогатый символ дьявола, поэтому и цена была выбрана якобы не случайно. Архангел Михаил, из алтаря страшного суда, иллюстрация, Википедия, существует еще один интересный пример магического мышления человека. 6 июня 2006 года тысячи голландцев молились, чтобы сдержать силы зла, которые именно в этот день, 6 июня 2006 года, должны были проявить особую активность. В то же время суеверные матери в родильных домах боялись, что могут родить дьявола, в тот же день в кинотеатрах был показан ремейк фильма «Омин» с маленьким антихристом, у которого было родимое пятно с номером 666. И конечно же, премьера началась именно в 6 часов 6 минут. Христос со святыми, иллюстрация, Википедия, есть еще один интересный, но малоизвестный факт, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что, зловещий, число 666 появляется не во всех рукописях Откровения. Иногда вместо него встречается 616, либо даже 665, существует даже теория о том, что у сатанинской силы не должно быть трехшестерок, и число стоит перевернуть, образуя 999. Точно так же, как перевернутая пентаграмма якобы является символом поклонения дьяволу. Храм, посвященный императору Домициану в Эфесе, чьей церкви Иоанн среди прочих написал послание, иллюстрация, Википедия, напомним, ранее мы уже писали список из пяти суеверий, в которые все еще верят украинцы. Читайте также, почему Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя празднуют в один день, и что нужно знать о немецком при написании материала использовались следующие источники. University at Buffalo. P.R. Zikrotch, Dictionary и Википедия.